Дело в том, что Народный клуб любителей русских басов был организован на базе Творческого объединения по эстетическому воспитанию молодежи «Музыкальная юность» Департамента культуры города Москвы. Если это объединение просуществовало 25 лет, то Народный клуб любителей русских басов был организован в 98-м году при участии и подвижничестве администратора, который пришел к нам на работу, полковника Сидорова Вячеслава Алексеевича. Этот клуб делал разнообразные программы на очень многих площадках Москвы и российских городов. Там участвовали выдающиеся певцы – Ведерников, Эйзен и выдающиеся солисты различных театров Москвы. В этом проекте участвовали и молодые певцы, студенты, которые в конце концов становились солистами московских театров и до сих пор принимают активное участие во всех программах музыкального клуба любителей русских басов. Музыкальное общество помогает этому клубу и определенные какие-то субсидии, небольшие, но все-таки вкладывает, которые способствуют организации концертной программы. Мы должны отдать должное организатору этого клуба Вячеславу Алексеевичу Сидорову, который вложил душу, вложил время, вложил свой труд в организатору этого дела. И очень жаль, что накануне исполнения этой программы, президентского гранта, который мы получили, он несвоевременно ушел из этой жизни, к сожалению. Но я думаю, что клуб будет продолжать жить. У него есть наследники, солисты, которые участвовали в этом проекте. Я думаю, что этот клуб будет и дальше процветать и радовать слушателей. Продолжение следует...